друзья канал хорошая свалка походы на свалку поиск находок электроника и старинные вещи обзоры находок проверка электроники найдены на свалке розыгрыши находок ссылка в описании и так с вами снова я и это было по регламенту от себя могу добавить значит захожу я на этот канал регулярно смотрю неплохие видео делают люди значит и важно то что они непосредственно на свалке все снимают они работают там свалка находится в россии поэтому своим подписчикам очень даже рекомендую зайти смотреть и начать общение потому что там тоже находится очень хорошие вещи и хозяева канала этого очень даже охотно делятся этими вещами со своими подписчиками без проблем с пересылкой по россии недорого и так далее в общем очень-очень советую этот канал вот на сегодня значит у нас канал канал заговорю не канал видео немножко другого формата то есть новых находок нету но у нас есть находки старые которые требовали скажем так доработки вот и сейчас значит мы начнем значит вот такую я получил посылку сегодня это это ко мне пришли запчасти значит как я уже по моему говорил вот в этой дрели я поменял кабель который был отрезан я поставил кабель более длинный чем стоял здесь хорошие два метра вот и значит я ее проверил в ней были совершенно сточены угольки поэтому угольки эти старые вытащил вытащил и выкинул нашел я в интернете где продаются новые короче заказал ждал я не знаю хороших 6 7 дней и вот они здесь значит ну сейчас мы значит с вами попробуем их установить и запустить эту машину хорошо так туго заходит не туго а вот все это нужно сейчас попасть и закрутить и потом попробовать потому что дрель неплохая причем дорогого стоит поэтому я и принципе занялся чтобы восстановить и кстати вот эти запчасти купил очень даже недорого заплатил 6 евро вот посмотрим если это даст хороший результат то вдвойне приятно будет вдвойне приятно так что я еще сделал в этой маките это значит поменял у нее вот этот вот эту ручку держать сейчас покажу что закручу вот закручена значит я поставил эту ручку от другой макиты то есть это тоже макита но немножко более посовременнее было и я ее переставил сюда потому что на той маките было как будто ручка немножко здесь обломали вот ну что у колечки поставили в принципе можно проверить и включить вот и так с богом понеслась вот то есть она хватает она хватает но чего-то не хватает то есть уголечки скажем так были ну возможно они тоже были причем потому что были они практически до неузнаваемости сточен а здесь что у нас она вроде бы как хватает а потом о том как бы уходит должна конечно она работать намного лучше намного быстрее оборотов у нее дофига до 2000 по моему даже до 4000 минуту вот поэтому они в порядке по-любому вот ну что а вот здесь еще кстати обороты можно выставлять можно здесь что-то открутить знаю нет то же самое в принципе происходит вот так в данный момент вообще не происходит сейчас вот нету сил то есть где-то где-то у нее по моему обмотка сгорела скорее всего ну ладно значит нет так нет будем разбирать дальше смотреть вот потому как раз не работает значит не работает вот разобрать и не сложно посмотреть на этом закончим ну и есть у меня еще сегодня одна посылка вот это у нас посылочка вот это как вы думаете что здесь а здесь у нас вот такая запчасть запчасть для ноутбука sony который я уже прошлый раз с вами вместе мучил мучил него мучил и у меня не было к нему запчастей вот эти вот это зачастую не было но и теперь значит вот наконец таки она пришла вот можно значит заняться им снова что нам нужно сейчас сделать нам нужно клеить сейчас вот эту пленочку нафиг ленту которая у нас держит дисплей потому что дисплей у нас он как бы крепится но он крепится с теми же винтами которые крепят эту крышку поэтому без крышки он просто болтыхается вот что убираем эту ленту вот лента убрана значит немножко надо сделать вот так чтобы у нас все хорошо туда поместилось и легло нам нужно вот так вот это все закрепить так важный момент везде попасть клипсы защелкнулись чтобы ничего не мешало мне кажется все нет здесь еще у нас не зашли вот еще таким образом вот здесь вроде бы все и другая сторона тоже должно здесь закрыться вот наконец таки что-то там наверно проводочек попался немножко мешал ну вот значит вот он закрыт вот единственное что сейчас нам нужно это найти подходящие винтики а винтики у нас у нас винтики вот здесь были винтики мне кажется этот большой не подойдет надо искать поменьше вот почему у меня нет винтиков потому что первую 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 вот эту крышку которую я нашел в интернете она продавалась с винтиками вместе вот но я ее я ее прозевал вот я ее прозевал и не купил не получилось ее купить вот а винтики которые у меня были от нее я к сожалению не сохранил то есть как бы сохранил но где то они вот у меня здесь целая куча винтов затерялись неизвестно сколько теперь их надо искать причем найти хотя бы один похожий чтобы он подошел потом по нему уже искать остальные вот это тоже у нас формат немножко толстый ну вот нашел я все винтики сейчас мы поставим вот все на месте сейчас тут еще клипсы которые не до конца защелкиваются защелкиваются все нормально значит осталось значит поставить сюда вот эти заглушки вот я их пока поставлю но вообще-то их нужно будет посадить на клей либо на двухсторонний скотч потому что их родная клеящая поверхность уже не настолько сильно чтобы они держались там достаточно надежно вот хорошо что я их вот эти заклепочки никуда не не растерял все значит вот у нас в принципе компьютер собраны вот проверяем еще раз здесь все нормально вот ну и пробуем его на включение но сейчас чтобы его попробовать прежде чем попробовать на включение мне нужно опять залезть в мой ящичек где у меня вот эти адаптеры значит здесь у нас вот это вот крышечка ну как я уже и говорил в прошлый раз здесь немножко она конечно поцарапана немножко потерто но я уже со своим товарищем поговорил он занимается покрытием автомобиле покрытием пленкой всевозможной вот ну и мы этот вот sony покроем пленочкой не весь а только вот эту крышку вот причем покроем ее серебристой пленкой тогда у нас будет серебристый весь вот сейчас мне нужно найти адаптер для этого sony где-то он у меня тут был вот он по-моему да все остальное собираем и начинаем проверять тоже нам не надо значит что хочу сказать ребятки пожалуйста не простите меня этот ноутбук продать так как я его готовлю для себя вот ну и вложился я у него тоже уже нехило вот вложился я в него уже практически на 60 евро поэтому я его оставляю себе вы уж меня не извините вот что все подсоединено ну и включаем его включаем его включаем его значит дисплей загорелся и windows грузится вот следующая проблема вылезла снова вот следующая проблема вылезла хотя тут этой проблемы не было придется его разбирать снова вот шайзы вот значит до того как я до того как я его собирал этой проблемы не было значит сейчас эта проблема вылезла вот такие вот штуки я так понимаю что это возможно может быть что-то с со шлейфом кто за кто против вот сейчас мы попробуем его вот так вот стартануть по новой вот ну вы видите да а вот сейчас кстати оно то исчезает то попадает но где-то контакт плохой в общем нужно его снова теперь аккуратненько разобрать смазать все не смазать а промыть спиртиком все контактики протереть вот ну и по новой собрать и запускать тогда вот в принципе это рабочий хороший новый звук значит когда я его проверял до того как я менял вот эту штуку он работал без проблем без всяких помех и без вот этих вот полосочек сейчас после того как я там все пошевелил я ведь и дисплей менял тоже там ну переставлял да вот отсоединял его подсоединял то есть возможно где-то установил нехороший контакт недостаточно надежный контакт но из-за этого вылезли полоски вот кстати сейчас их уже нету вот но на всякий случай нужно все таки все снова разобрать и собрать вот сейчас он стартанет здесь по моему стоит windows 7 вот я с него ничего не выкручивал ничего не снимал ничего не переустанавливал вот вот как было здесь все так и было я его тогда привез и на нем был жесткий диск все стояло только была отлована крышка то есть крышка а сама это как ее дисплей вот ну и больше я на нем ничего не сделал значит сейчас мы посмотрим что у него стоят за даты ну стоит у него 300 гигабайт жесткий диск рамп шпакер стоит у него 4 и сейчас уйдем сюда посмотрим что у него здесь хотя в принципе здесь написано что у него стоит здесь написано что у него стоит Intel Core i3 инзиды инзиды ну короче так и есть Intel Air Core i3 cpu значит 2 13 гигахерц 4 гигабайта 64 гигабайта бита Btrip систем вот такие вот у нас на нем данные работает приятно работает вполне адекватно на все реагирует какой-то здесь нордан секьюрити стоит который надо будет выкинуть отсюда нафиг папиркорп у него вот тут короче какой-то забитый какой-то шнягой вот вот мы ему вот так это сделаем вот так это сделаем и там ничего не будет вот звук пошел я слышал ну в общем вот такой компьютерик мы сегодня собрали довольно таки приятный вот единственное что мне к нему еще нужно будет сегодня а не сегодня а вообще это купить к нему оригинальный блок питания то есть у меня сейчас стоит универсальный а купить ему нужно оригинальный он недорого стоит я смотрел это стоит 11 евро поэтому ничего страшного ну что в принципе в принципе вот мне еще единственно здесь значит помоем мне кажется здесь должны быть еще вот такие маленькие запчасти которые закрывают потому что видны провода здесь да то есть этого не должно быть то есть как бы еще что-то сюда нужно вот такие вот заклепочки маленькие иметь вот это я не учел но в процессе значит в процессе его использования все это я найду куплю вот ну и буду им пользоваться вот значит ну что у меня сегодня больше ничего нет вот хотелось бы хотелось бы еще пару слов сказать ну о некоторых значит сейчас о людях о некоторых подписчиках ну сейчас такая вот идет тенденция пишут мне пишут там подари пришли подгони подгони и так далее и так далее ну ребят я конечно же с удовольствием был всем вам помог но во-первых я не могу это материально то есть материально мне тоже там надо вывозить да как-то вот поэтому если вы просите подари значит учитывайте что пересылку оплачиваете увы я много чего дарю я людям с людьми вот уже пересылку отправляю вернее они мне пересылку оплачивают я отправляю некоторые вещи меня спрашивают я дарю действительно дарю не беру за это ничего просто они оплачивают пересылку и я им отправляю есть и такое да вот есть люди которые просят продать вот ну тогда я тоже я примерно смотрю цену там либо какую я хочу иметь за нее либо я смотрю примерно цену в интернете ну в общем это так выглядит да вот тут недавно один появился деятель который кстати он мне сегодня опять написал типа техники мне давай пришли вот вот так вот знаете значит что он такой ты хернёй там не занимайся давай мне техникой лучше вышли вот но я ему я так это не особо среагировал на тон и ему пишу за деньги выслать значит ответ получил такой ты имей ввиду я тут беженец короче блин у меня денег нету давай высылай мне ну и сегодня по моему он же мне написал типа расскажи всем какой ты жмот блин и что тебе впадлу сделать доброе дело для людей ну я ему короче написал что он идиот вот хотя наверное он больше чем идиот вот ну вот вот такие вот люди попадаются конечно с такими людьми я диалога никакого не собираюсь иметь вот не собираюсь с ними совершенно общаться если такие люди будут покидать мой канал я с ними буду без сожаления расставаться вот другие люди например еще один человек мне написал конкретно конкретно доступным понятливым языком написал что извините пожалуйста так и так короче и так далее он продолжает у нас там многодетная семья и особо бабла нету чтобы там компьютер и так далее не могли бы вы бла 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 найти мне подогнать короче а я оплачу пересылку и так далее конечно с таким человеком я буду разговаривать буду и скорее всего ему помогу когда у меня что-то будет подходящее я ему оставлю сообщу и пришлю вот а вот с такими говняками которые там сидит беженец он блин от кого ты убежал беженец вообще не хочу конечно здесь затроять политику но мое мнение мое мнение здоровый мужик должен родину защищать все может быть я зря сейчас начинаю эту тему но тем не тем не менее это мое мнение вот короче значит подписывайтесь на канал ставьте лайки кому понравилось вот зовите друзей и удачи всем удачи и удачи в моих розыгрышах вот зря кстати с вами сегодня попрощался я же обещал розыгрыш объявить хотя бы розыгрыш не сделать а объявить и сейчас мне это сделать вот я же обещал короче ребята как в прошлый раз мы и договаривались значит разыгрываем розыгрыш будет проходить розыгрыш будет проходить ну давайте возьмем давайте возьмем значит для розыгрыша оставим ну скажем так три дня я думаю за три дня многие желающие уже заглянуть на мой канал про посмотрят видео и сделают значит условия выполняться условия розыгрыша значит разыгрываем мы сегодня не сегодня а разыгрываем через три дня это значит будет у нас воскресенье вечером ну в понедельник видео выйдет скорее всего вот значит разыгрываем эту материнскую плату это у нас здесь по-моему стоит а м.д. 64 что-то там 4 по-моему 4 ядерка вот здесь 4 гигабайта у нас плохо видно сейчас я вам покажу значит вот она или сейчас я лучше опущу камеру вот так вот вот она материнская плата 4 гигабайта шпайгер немножко проводов с ним которые здесь должны стоять будут тоже лежать в комплекте и вот этот значит график карта видеокарта будет тоже к нему вот значит напоминаю условия значит человек который принимает участие в розовише должен быть у поведен в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В воскресенье мы сделаем розыгрыш Розыгрыш будет проводиться на сайте специальном Коробочки мы больше делать не будем Будем это проводить с сайта Компьютер будет автоматически выбирать победителя Из тех кто будет участвовать Ну а сегодня еще раз всем пожелаю удачи На сегодня больше у меня нет Вот как и сказал Подписывайтесь, заходите, играйте, выигрывайте Все, до следующего видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok